В Совете Федерации продолжаются дни Ненецкого округа. В Верхней Палате Российского парламента уже обсудили много вопросов, крайне важных для нашего региона. В числе приоритетных – инфраструктурное и социально-экономическое развитие, актуальное для отдаленных поселений округа телемедицина. Кроме того, в фойе Совета Федерации развернулась выставка, на которой представлен потенциал Ненецкого округа, а также традиции и быт коренных народов Крайнего Севера. В числе участников делегации НАУ в Москву приехал и Ненецкий шаман Коля. Первый день съезда закончился футбольным матчем между командами Совета Федерации и Ненецкого округа. Счет 2-0 не в нашу пользу. После игры глава региона Игорь Кошин дал обширное интервью по результатам первого дня съезда. Есть ряд вопросов, которые мы вполне в состоянии решить на нашем региональном уровне. От нашего значения, касающихся улучшения качества жизни наших жителей. И для этого у нас есть сегодня и доходы окружного бюджета, которые позволяют это делать, и привлеченные средства компании «Нитропользоват», которые работают на нашей территории. Но есть проблемы, требующие решения всей страны. Мы должны инфраструктурно раскрыть наш регион с тем, чтобы решать самую главную экономическую составляющую. Мы четвертая провинция по запасам углеводородов. И, на мой взгляд, главная задача нашей страны, как можно быстрее эти богатства, пустить на службу нашей экономики, пустить в развитие. А для этого необходимо эти ресурсы, во-первых, доразведать те территории, которые у нас есть, дальше эти ресурсы добыть, транспортировать до конечного потребителя. И тогда наша страна получит новый этап в своем развитии, получит больше доходов. Поэтому счастью этих инфраструктурных проектов мы выходим завтра на заседание Совета Федерации. А это именно, это окончание строительства нашей, уже набившей оскомину всем, автомобильной дороги на Ренмарусинск. В 1991 году начали ее строительство, в 2005 это строительство завершилось, последние 10 лет не положили ни кубометра грунта, не построили ни одного метра этой дороги. Осталось 83 километра. Смешно кому сказать. Мы второй регион в нашей стране, не имеющий круглогодичного наземного сообщения с большой землей. Ну, остров Сахалин не берут. Дальше. Нам необходима реконструкция нашего аэропорта и взлетно-посадочной полосы. Вы знаете, в каком сегодня она состоянии. И мы просто должны приложить все усилия, чтобы эту реконструкцию, взлетно-посадочной полосы начать и завершить и получить цельный аэропортовый комплекс. Помимо прочего, речь шла и о наринмарском морском порте и глубоповодном порте в Индике. Также включение Нинецкого округа в единую энергоэнергетическую систему страны. В эти минуты в рамках часа-субъекта Российской Федерации Игорь Кошин и Анатолий Мяндин выступают на пленарном заседании Верхней Палаты. Тема их докладов об основных направлениях инфраструктурного и социально-экономического развития НАУ в рамках реализации госстратегии развития арктической зоны страны. И законодательное регулирование проблем жизнеобеспечения населения, проживающего в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям.